Добрый вечер, дорогие телезрители. В прямом эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас в эфире специальный гость, представитель партии коммунистов Олег Рейдман. Олег Моисеевич, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Вы были у нас в эфире относительно недавно, около нескольких месяцев назад. Скажите, насколько пристально вы сейчас следите за политической ситуацией в нашей стране? Потому что в основном представителей партии коммунистов редко можно наблюдать в эфире или в средствах массовой информации. Ну, ничего нового. Мы следим за ситуацией очень пристально, как серьезная политическая партия. Постоянно находимся в состоянии анализа этой ситуации. А то, что нас редко видят в эфире, так нас редко видели и до туго, до выборов. Это политика владельцев, так скажем. Средств массовой информации, которые осуществляют информационную блокаду коммунистов. Это ясный перец, как говорят. То есть нет у вас в партии такого, что каким-то средствам массовой информации вы более открыты, каким-то менее? Нет. Для тех, кто нас приглашает, мы готовы выступать, идти и участвовать. Скажите, мы на эту тему с вами говорили сразу после парламентских выборов, которые прошли 24 февраля. Но хотелось бы этот вопрос задать вновь, как человеку, который, как вы уверяете, пристально следит за ситуацией политической. Насколько вероятны досрочные парламентские выборы? Ну, вполне вероятно. Мы с вами говорили сразу после выборов. Тогда вы говорили, что 20% выдавания. Да, 20%. Вот эти танцы, которые устроены в течение трех месяцев между участниками парламентских групп и так далее, эти танцы продемонстрировали их, как сказать, непримиримость. Продемонстрировали, повторюсь, продемонстрировали. На самом деле это не все так. Их непримиримость друг к другу. И вероятность это растет. Вероятность это растет. Дело в том, что внешние участники процесса, которые также пристально следят за всем этим делом, свои интересы проявляют, нажимая на ту или иную сторону, участвующую в парламенте. – Олег Моисеевич, кого вы имели в виду, когда вы сказали, что продемонстрировали непримиримость? О КУМе социалистов или социалистов и демократов? – Нет, социалистов и демократов, конечно. О КУМ пока еще... Это же партия, которая первый раз оказалась в парламенте. И им кажется, извините за такое вульгарное выражение, им кажется, что они держат Бога за бороду. На самом деле у них нет никакой конструктивной программы. Есть там размахивание шашками, саблями и прочими атрибутами холодного оружия. Но на самом деле ничего конкретного, чтобы обеспечило им серьезную поддержку людей. Серьезную поддержку людей. – 26 мандатов. – 26 мандатов, да. Это немало. – Это немало. Но это не гарантирует им никаких решительных действий в рамках парламента. Совершенно. А социалисты и демократы, да, это ритуальные танцы между ними. На мой взгляд. – И на ваш взгляд, все-таки, каков процент срочных выборов? Чем завершатся эти танцы? – Ну, вот посмотрим. Все решится. Во-первых, так. Все будет обозначено решением Конституционного суда по запросу… – Президента. – Игоря Додона. Я так назову. По запросу Игоря Додона. Вот этот запрос, он сам по себе ритуальный. Потому что, ну, это смешно, если он считает себя президентом. Кто у нас собирает парламент после выборов? Президент, правда, созывает. Вот первый, вот когда там они собрались, да, кто созывает? Президент. Кто ему мешает сейчас созвать парламент? – А зачем, если нет парламентского большинства? – А кто это знает? Кто это знает? Созвать парламент, принять решения какие-то, какие-то, какие нужно, да? Предложить парламенту повестку дня. Что такое? И нету парламентского большинства, это значит что? Нету спикера? А спикер кто такой? Спикер – это только старший депутат, который… Он не хозяин парламента. Он ведет заседание. – Ну, у нас парламентская страна. – Ну, да, парламентская страна, но спикер не хозяин парламента, он старший депутат. И сберут нас на заседании прямо. Смирнов там первое заседание открывает, это по регламенту. По другому регламенту можно выбрать себе заседание ведущего и обсуждать повестку дня. – Ладно, это интересный момент. Мы еще с вами его обязательно обсудим, коснемся. Скажите, вот в прошлый раз вы давали 20% того, что состоятся парламентские выборы. Сегодня сколько процентов у вас есть уверенности в том? – Сегодня больше. – Насколько больше? – Сегодня больше. Ну, я думаю, что сегодня где-то 70 на 30. – 70? – Что будут досрочные выборы. – Что будут досрочные выборы. – Да, 70 на 30, да. – А почему все-таки 20% и 70% – это очень большая разница? Тогда вы выражали уверенность в том, что демократы, социалисты… – Мы вернемся, мы второй раз ту передачу делаем. Мы тогда обсуждали в определенных обстоятельствах. – Изменилось обстоятельство, изменилось ваше мнение, это нормально. – Нет, это не мнение изменилось, а вывод соответствующий обстоятельствам. – Я поэтому снова вам задаю некоторые вопросы, на которые вы отвечаете иначе. Обстоятельства изменились, это нормально, что ваша точка зрения меняется. Я хочу у вас узнать также вашу точку зрения. Почему не состоялся союз демократы и социалисты? Внешний фактор повлиял? – Потому что никто сегодня из участников парламентской тусовки не является самостоятельным. – Но АКУ, например, они давали клятву, обещания, ангажемент подписывали за несколько дней до выборов о том, что они не вступят в какую-либо коалицию. Теперь вы говорите о том, что АКУМ себя ведет неправильно. – Подождите, когда говорил АКУМ, теперь я говорю. Я за АКУМ не говорю. – Вы говорили о том, что они ведут себя неправильно, что они попали в парламент и как минимум проявляют политическую безграмотность. Я так поняла ваше выражение, что они бога за бороду схватили. – Ну, в общем, да. – А как они себя должны вести? – Как они себя должны вести, пусть они решают у себя на руководящих органах их партии или их блока. – Хорошо, господин Рейдман, как бы себя сейчас повели коммунисты, если бы они были в парламенте? – Не надо, история не знает сослагательного наклонения. И как бы себя повели сейчас коммунисты, я вам не скажу. Потому что я очень рад, что у нас нет этой дилеммы. Это единственное положительное из того, что мы не прошли в парламент. – А вы можете мне ответить на вопрос, почему слово «коалиция» только у нас в стране воспринимается как какая-то ругательная фраза среди населения? – Это фраза ругательная, прошу ее ко мне не применять. – Почему? Объясните. – Ну, я не знаю почему. – Коалиция в любой стране. – Потому что коалиция между кем и кем, ради чего коалиция? Поэтому, когда люди рассматривают вопросы вот таких коалиционных союзов, да, они рассматривают ради чего это? И между кем и кем эта коалиция? – Социальный блок между ними совпадает. – И если они не верят этим целям, то они и относятся к этой коалиции ругательно, как вы говорите. Вот все. – У кого совпадает социальный блок? – У Майсанду, которая закрыла 300 школ с социалистами? – У Майсанду, которая хочет румынский язык и румынскую историю с социалистами, которые говорят, что хотят молдавский язык? – У кого совпадают социальные цели? – Нету там этого. – Хорошо, допустим, 70%, вы говорите, что 70%, что все-таки досрочные парламентские выборы состоятся. На кого будет возложена ответственность за политический кризис? – Послушайте, политический кризис уже. Новые выборы – это разрешение политического кризиса, возможное разрешение политического кризиса. А кризис уже три месяца страна без власти. Парламентская республика без законодательного органа. – Но правительство в статусе ЕО продолжает действовать, продолжает работать. – А правительство на что имеет право в стадии ЕО? На что? Это правительство, чиновники, которые сидят и ждут, чем дело кончится, останутся они на этих стульях, в этих креслах или они пойдут отдыхать, гулять. Какое правительство, если Филипп, он сегодня кто? Депутат парламента? – Представитель фракции. – А кто у нас премьер сегодня? – Исполняющий обязанности. – А где совмещение? Это возможно вообще такое? За пределами одного месяца? – Хорошо, я по-другому задам вопрос. Вы, хотя это сложно представить, но все же, вы как человек, как гражданин, который имеет право голоса, вот пойдя вновь на избирательный участок, если выборы досрочные состоятся, как бы вы, например, мыслили, на кого бы вы возложили ответственность за то, что состоялись досрочные выборы, которые стоят, ну многие по разным оценкам озвучивают разную сумму, но я думаю, что это около 100 миллионов леев. – Демократия вещь дорогая, вообще говоря, она стоит. – Но эти же деньги можно было направить на модернизацию – Только эти деньги можно было, а те деньги, которые украли в бюджетном процессе, а те деньги, которые заняли сегодня, увеличив государственный долг до 23,5 миллиардов, эти деньги нельзя было направить в другое место – можно было, но речь идет о том, что выборы – это разрешение политического, если люди, которые так или иначе проголосовали, избиратель, да, идет на выборы, как на концерт, сегодня на один, завтра на другой, это одно, тогда это пустая трата денег, если люди видят, что вот они избрали, но здесь ничего не получается, потому что цели у всех разные, и их сшить никак нельзя, значит, нужно посмотреть у кого какие цели, и обратиться уже не к… и идти на избирательный участок не под влиянием избирательных технологий и, извините, телевизора, и радио, и каждого утюга, из которого звучит, как у нас хорошо жить, да, а идти на выборы осознанно, проанализировав программы цели и результаты и достижения. Хорошо, господин Рейдман, обычно досрочные выборы не приносят дополнительных кардинальных изменений, это была ваша фраза. Что вы можете сказать сейчас? И сейчас я могу сказать то же самое, кардинальных изменений для тех, кто инициирует досрочные выборы, а это вот эти вот три партии, которые там, ну, четвертый еще, ШОР, которые там сегодня якобы в парламенте присутствуют, они не получат больше. Не получат. А меньше? А меньше получат. Кто, например, получит меньше? Абсолютно все. Абсолютно все. Почему? Потому что такой закон этого дела. Потому что такой закон. Социалисты танцуют со всеми и не являются ведущей в этих парах, да, ведущей в этих парах. Что они? Обещали одно, результата никакого нет, их лидер меняет риторику на ходу, переобувается в воздухе. С чего они должны получить больше? Я не уверен. Ну, а как они могут... Не надо меня спрашивать за них. Не надо меня спрашивать за них. Я говорю о том, как... То же самое вы можете сказать не про ОКОМ. Вы спросили меня. Я гражданин, я вот так рассуждаю. То же самое вы можете сказать и про ОКОМ, и про демократов, что обещали одно. Про демократов я могу сказать только одно. Демократы владеют админресурсом, и этот админресурс они сейчас усиливают. Каким образом усиливают? Они начинают менять людей в тех районах, где они получили, по их мнению, недостаточный результат. Своих людей. Это двоякое дело. Может быть, они поставят людей, которые лучше распорядятся админресурсом, а может быть, вызовут недовольство целых групп. Да. Целых групп. Но они пошли по такому пути. Админресурс – это в их руках великая вещь, поскольку закон – это не тот инструмент, которым они пользуются. – Хорошо. Вы считаете, что те партии, которые сейчас находятся в парламенте, они наберут на порядок меньше? – Ну, я не сказал на порядок, я сказал меньше. – Меньше. – На порядок это вместо 33, но так не будет, будет просто меньше. – Насколько меньше, вы думаете, получат социалисты? – Ну, оставьте эту бухгалтерию, мне это неинтересно. Насколько получится, столько получится. – Хорошо. Вот в прошлом эфире вы говорили, что выборы были сфальсифицированы. – Да. – И были сфальсифицированы задолго до проведения выборов. – Да. – Сейчас будет то же самое. – Мы повторяем прошлую передачу. – Сейчас будет то же самое. – Может быть, не исключено. Но когда я говорил о том, что выборы были сфальсифицированы задолго до, речь шла не только о технических вопросах. Количество избирателей, количество избирательных участков, разбивка этих избирательных участков. Это технические вопросы. Там тоже заложены фальсификации и в подсчете, потом и так далее. Главная фальсификация выборов заключалась в подмене выбора. Самого выбора. Людям предложили на выбор. Геополитическую повестку дня. Не молдавскую. – Но они выбрали именно эту повестку. Я говорю о фальсификации. Люди выбрали те, кого выбрали. Потому что посчитали вместо 3 – 30, вместо 30 – 300. И так далее. Это техническая сторона вопроса. А к этому добавлено, когда я говорил задолго, фальсификация самого выбора, который осуществляет избиратель. Цель его, этого выбора – развитие Молдовы или коленопреклонение перед каким-то одним путем. Вот где фальсификация. Потому что если бы люди задумались о том, что делать в Молдове, если бы им предложили программы, которые бы говорили, которые бы спорили между собой о том, как лучше сделать для Молдовы, что сделать с промышленностью, с сельским хозяйством, с природной средой, с населенными пунктами и так далее. Может быть, они бы иначе сделали бы свой выбор. – Олег Моисеевич, вы сейчас скажете, что я снова повторяю прошлую программу, но я помню ваши фразы. Вы говорили еще тогда, что технологии в современном мире значат больше, чем идеи. – Не так. Не так, я сказал. Я сказал, что в этих выборах… Это же было сразу после выборов. – Вы сказали вообще о тенденции в мире. – Я сказал, что это было после выборов. Я сказал, что эта тенденция проявилась, что технология значит больше, чем идея. Отсутствие всякой идеи у блока АКУМ и технологическое исполнение этого дела через ТВ-8, не будем рекламировать, через разные два поста, которые у них есть. То же самое… – Через медийные рычаги. – Да, технологические в том числе. И опора на зарубежные избирательные участки и так далее. И то же самое у демократов, то же самое у социалистов. Привела к тому, что эта технология, что навязана была именно эта повестка дня. Да, и сегодня… Ну, представьте себе, если из каждого утюга, так сказать, когда ты режешь дома капусту на борщ, да, тебе звучит, как хорошо в стране молдавской жить, да, а ты в это время идешь на рынок и не на угольную базу купить тонну угля на зиму, а идешь на рынок купить мешок угля на неделю, да. А тебе говорят, что это хорошо, что это правильно. Ну, это технология, которая, когда ты идешь на избирательный участок, руки помыл от угля и пошел, опустил бы людей. Поэтому, когда я говорю, что технология значит больше, чем идея, это применительно к результатам тем, которые мы получили в результате выбора. – Что-то изменится на досрочных выборах в случае их проведения? – Очень трудно сказать. Это испытанные рычаги, испытанные приемы, да. Мы рассчитываем, мы находимся сейчас в поиске, так сказать, вообще некоторых новых технологических приемов для себя, которые должны… – Сработать? – Я не говорю сработать, которые должны дать возможность людям обратиться к программам и целям. – Местные выборы, у вас есть какие-то мысли или информация о том, когда они состоятся? – Вы знаете, разные слухи ходят по этому поводу. Мы же сейчас далеки от… ну, во всяком случае, отдалены от информации, что варится, да. Но нам хорошо известно, что в правительстве давно готова так называемая проект административной реформы, и нынешняя власть хотела бы местные выборы провести в условиях нового административного устройства, где пришлось бы выбирать меньшее количество примаров и меньшее количество советников и так далее, что ведет само по себе к сужению народного представительства в органах власти и отдалению людей от власти. И отдалению людей от условий, от исполнения властных функций по отношению к людям. – Но это может затянуться еще где-то на год. Я вам напомню, что в июне должны были состояться местные выборы. – Да, точно. Может это затянуться. – То есть вам кажется более вероятным, что местные выборы не пройдут вместе с парламентскими, если они состоятся досрочными? – Вы вообще представляете этот процесс этих выборов местных вместе с парламентскими по системе смешанной и так далее? Вы вообще представляете этот процесс с точки зрения технической? – Ну почему же технический референдум сделали одновременно парламентские выборы, 4 бюллетеня, люди разобрались? – Вы уверены, что люди в этом разобрались? Я совершенно не уверен. И более того, я уверен, что многие из них не разобрались в том, за что они голосуют. Не потому, что они глупые, а потому, что их поставили в такие условия. – Скажите, партия коммунистов в случае объявления досрочных выборов будет участвовать в парламентской гонке? – Ну конечно. Конечно будет. – Вы наверняка слышали тоже в средствах массовой информации и ходят упорно в слухи о том, что партия коммунистов создаст свой предвыборный блок в случае проведения этих выборов с нашей партией. – Домыслы. Средства массовой информации. Как можно назвать это вообще информацией? Она на основании чего? Информация – это то, что под чем-то подтверждено. – То есть это ничем не подтверждено? – Да. Сидят люди и выдумывают всякую ерунду. От того, что кто-то в нашей партии сказал, что коммунисты, не в нашей я имею в виду партии коммунистов, а в нашей партии, кто-то сказал, что коммунистам это было хорошо или это было лучше, чем сейчас и так далее. Из этого не следует ничего. Я еще не видел вообще у нашей партии никакой программы. О ком мы говорим? С кем мы говорим? – Чисто технологически. Вы не рассматриваете такой прием, что вы объединитесь в альянс, альянсом войдете в парламент и это позволит партии коммунистов более уверенно стремиться в парламент и… – Подождите, стремиться в парламент мы и так уверенно стремимся. Мы и так уверенно стремимся в парламент. Мы считаем, что наши программы, наш опыт, наши результаты, которые были достигнуты во время нашего правления, дают нам все основания уверенно стремиться в парламент. Нам для этого не нужны крикуны, нам для этого не нужны люди, которые еще себя никак не проявили и ничего не предложили. Не-не-не, ну что вы говорите, о чем речь? – То есть вы исключаете вообще какой-либо альянс с любыми партиями? – Я вообще ничего не исключаю. Я говорю о том, что средства массовой информации делают в бросы своих домыслов. Какие у них при этом цели – это надо расшифровывать. – То есть вы уверяете, что партия коммунистов никаких переговоров с нашей партией не вела? – Я секретарь ЦК, зачем мне вас уверять? Я это знаю совершенно точно. Я нахожусь в руководстве партии коммунистов. – Но вы сейчас говорите это таким тоном, что я как понимаю, что вы даже рассматривать такие варианты не хотите. – Послушайте, знаете, как в фильме «В бой идут одни старики». Там главный командир эскадрильи, второй, рассказывал, как пилот должен себя вести. У него голова должна крутиться на 360 градусов. Видеть надо всё, смотреть надо во все стороны для того, чтобы тебя не сбили. – То есть вы считаете, что альянс на сегодняшний день создание блока предвыборного – это не выход из ситуации? – Ну, конечно, конечно, не выход. У нас есть своя программа, которая, на наш взгляд, заслуживает вполне внимательного отношения к ней. И нам её, так сказать, корректировать под кого-то, кто принесёт ещё 3%, чтобы было всего 6, и эти 6 поделить с кем-то – это шмекерей, это не политика. – Ну, хорошо, а если будет тот же результат, как и на выборах 24 февраля, этот опыт вам показал, никто не говорит о том, что у вас плохая программа. – Терпение. – Терпение. – Терпение. – Терпение. – Хорошо, в местных выборах, кстати, скоро состоятся выборы Башкана-Гагаузии. – Ой, это что скоро, там тоже какие-то тёрки идут. – Нет, они точно пройдут уже в конце июня, эта дата была уже назначена. Конечно, там вопрос в том, что определённые силы бойкотируют эти выборы, вопрос с явкой и так далее, есть свои технические моменты, но, однако, выборы состоятся в конце июня. – Ну, здорово. – Кандидат от партии коммунистов не будет представлен в Гагаузии. – Посмотрим, время ещё не вышло в выдвижении. – Хорошо, на местных выборах, насколько широко вы будете представлены? Ведутся беседы в партии? – Ну, конечно. – Мы вот только позавчера, нет, вчера, вчера прошёл политосполком у нас, мы утвердили план мероприятий подготовки к местным выборам, независимо от того, когда они будут, потому что план, знаете как, будет время Че, Че минус 3, это должно быть готово, Че минус 10, это должно быть готово, Че минус 60, это должно быть готово. – План мероприятий готов у нас. – Территориальные организации вообще в партии коммунистов во всех районах представлены на сегодняшний день? – Вы журналист или ведущая? – Вы понимаете, к чему я так говорю? К тому, что в принципе, раньше, да, партия коммунистов выделялась среди других партий тем, что она была очень ярко представлена. – А вы откуда знаете? – Потому что я за политической ситуацией в нашей стране сижу очень давно. – Нет, 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 вы откуда знаете про Унгенский район, про Фалешский район, про Дрокиский район, вы откуда знаете? – Вы мне просто… – Нет, я не сижу только здесь, вы мне просто не дали досказать. – Партия коммунистов всегда отличалась тем, что во всех районах были созданы мощные территориальные организации, которые очень мощно функционировали. – Абсолютно каждое мероприятие, партия коммунистов, значимое для них мероприятие, отмечала ярко, красиво, была представлена. – Ну, сейчас про средства массовой информации вы обозначили, почему не настолько часто появляются представители партии коммунистов. Ну, вот недавно был, например, День пионерии, я никаких особых мероприятий, организованных партией коммунистов не заметила. – А ваша камера была на Молдэкспо около Ленина? – А вы пригласили? – Подождите, День пионерии был, вы знаете? Вы об этом знаете? Пришли бы, сняли пустую площадь в День пионерии и сказали бы, вот коммунисты. Вашей камеры не было, то есть журналистики нет никакой. Вы у меня спрашиваете. Возьмите с нашего сайта материалы. Да, мы были, там была проведена торжественная линейка, был проведен прием в пионер. Детям мороженое пионера, соки, игры. Был? – То есть вы уверяете в том, что партия коммунистов развивается так же, как и раньше? Прием в партию идет стабильно? – Нет, ну, прием в партию тоже идет. Вы понимаете, мы никогда не принимали в партию по 600 человек за раз. Это не наш метод. – Не, не обозначают цифры. – Но прием идет. – Прием идет, идет прием. – В каждом районе территориальные организации продолжают… – Сохранились и продолжают существовать и функционировать. Совершенно правильно. – Хорошо, мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Итак, дорогие телезрители, мы вернулись в студию. Напомню, что в прямом эфире программа «Главная». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. И сегодня у нас в эфире специальный гость. Это представитель партии коммунистов Олег Моисеевич Рейдман. Олег Моисеевич, в продолжении нашей беседы. Мы начали свой эфир с того, что вы сказали, что ситуация в стране не только политическая, но и общая, очень напряженная. Вы говорили о том, что в стране уже давно над страной навис политический кризис. Скажите, экономическая ситуация в стране, она как-то связана с этим кризисом? Что происходит? Почему в последнее время настолько сильно взвинтились цены на продукты питания и на топливо, и на другие моменты и важное сырье? Это связано с политическим кризисом, как вы его называете? Конечно. Каким образом? Отсутствие власти, которая проводит последовательно определенную политику в деле благосостояния людей или поддержания уровня их жизни, развития этого уровня. Отсутствие этой власти позволяет вот таким явлением нависать над народом Молдовы. Кто знал, что новый состав Анре, предположим, или Нарре, как его там называют, новый состав Анре вдруг вот так вот решит, что теперь они не будут регулировать цены, а каждый будет назначать их сам. И то, что каждый назначил сам, и они сошлись в определенное повышение, очень похожее друг у друга, у всех торговцев, вызвало к жизни решение антимонопольного Совета по конкуренции заняться этим делом. Значит, вот это игры. Одна рука властная, хоть и независимая, Анре якобы независимая, одна властная рука делает одно, другая властная рука говорит, что делает другое. Посмотрим. Посмотрим на что. У людей начался сельскохозяйственный сезон. Это вы мне говорите? Мы, когда были во власти, и перец, ну, кстати, сезон не начался, он уже давно идет. Идет, идет. Сезон начинается с сева вообще. А сезон в сельском хозяйстве у нас не заканчивается. Сразу после уборки идет похода. Как долго это будет продолжаться? Пока не сменится власть. Пока не сменится власть на ту, которая думает о людях. Когда коммунисты были во власти, перед уборкой, перед, сразу после уборки, когда идет массовый сев о зимах и так далее, всегда рассматривался вопрос о поддержке сельского хозяйства. О поддержке сельского хозяйства. Разные были методы. Но сейчас есть какие-то субсидии, сейчас есть какая-то поддержка. Сколько? Нет, 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 субсидии не касаются вообще, говоря, цен. Субсидии – это на разу. Вы говорите о поддержке сельхозпроизводителям. Да. И сейчас есть какие-то программы по поддержке сельхозпроизводителей? Нету. Нету. Они не рассчитаны на, будем так говорить, на облегчение вопросов, связанных с себестоимостью. Они рассчитаны. Да, там есть и международные программы. После кальтарной, то есть после уборочной переработки, да, создания холодильников, там, создания сортировочных вещей, там и так далее, да, тары новые и так далее. Все это есть. Есть. Ну, во-первых, это не всем доступно, а только избранным, тем, которые рядом и приближенные. А субсидии, те, о которых вы говорите, да, они на сегодняшний день где-то на 25% всего лишь. Ну, я буду тебя ошибиться. А при коммунистах-то сколько было? Нет. Минуточку. Что вы считаете? Я говорю, исполнены против того, что запланировано у них. А почему так? А вы посмотрите, сколько обещаний надавали против того, что было утверждено в бюджете. Сейчас будут проблемы большие. Я просто читала интервью и заявление главы Нацбанка нынешнего. В принципе, он объяснял повышение цен на продукты питания инфляцией. По поводу повышения цен на топливо, в принципе, многие говорят, что эти цены были взвинчены искусственно, и что это ненадолго. Я хочу, чтобы вы помогли нам, как экономист. Чтобы наши цены на топливо снижались. То есть вы считаете, что цена не понизится? А продукты питания? Да, что продукты питания. Будет новый урожай, будет новая картошка, будет может быть дешевле. Может быть. Может быть. Да, зависит от урожая. Зависит от урожая. Климатические условия такие, что в некоторых районах очень серьезные повреждения посилов и зерновых. И огородов. Так что это проблема может быть. Вот сейчас Днестр поднимается на полтора метра, зальет кое-что. Тоже проблема. Вы говорите, вот только что вы сказали о дефиците бюджета. И я, в принципе, читала интервью главы Минфина, который уверяет, что практически каждый год оппозиция всегда пугает людей. что в государстве уровень дефицита бюджета очень большой. И, в принципе, он искусственно, так скажем, иллюзорно создаются те несуществующие проблемы. Понятно. Вы, как экономист, вы комментируете ситуацию? Я очень уважаю господина Кику. Я его знаю давно. Он хороший специалист. Он работает в команде. Это ко многому обязывает, как вы понимаете. Я вам скажу так. Если все так хорошо, почему Министерство финансово все больше и больше занимает денег на внутреннем рынке путем выпуска государственных ценных бумаг? На 300 миллионов за эти 4 месяца. На 300 миллионов больше, чем в прошлом году за такой же период. Занято денег, займы. То есть вырос внутренний долг. Да ладно бы это. Но ведь вы, когда занимаете деньги, вот я у вас возьму деньги, это на внутреннем рынке называется, я у вас возьму деньги под проценты. Вы мне их дадите и скажете, знаешь, дружок, я хочу проценты, то есть доходность по этим ценным бумагам, я хочу повыше, потому что инфляция, я хочу выше инфляции. Так вот, доходность по этим ценным бумагам на 1% пункт выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. То есть из бюджета нужно будет отдавать плюс 1% пункт. То есть плюс 1% пункт, не 1%. Поэтому это все для специалистов, да? Да, это для специалистов, но я хочу, чтобы вы как специалист объяснили простым языком, к чему это приведете. Вот я и объясняю. Все хорошо, да? Куда идут эти деньги, вот занятые деньги? Они идут в бюджет, правда? Минфин для бюджета их собирает. Хотя доходы бюджета, в общем-то, против плана, да? Плана, утвержденного там в ноябре или когда мы там принимали бюджет. Доходы бюджета вроде бы, так сказать, выполняются, но обещаний в период выборной программы, выборной кампании было дано столько. Ну, господин Рыдмана, ставьте вы эти предвыборные обещания. Тут идет речь о том, тут нету. А у многих людей есть. Они ждут 200 лет ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребенка. Но выдается и пенсионерам пособие выдается. Одну минуточку. Одну минуточку. Пенсионерам не выдается, а выдано. Раз 600 и два 600. И все. Но задолженности по пенсиям-то нет? Подождите, а задолженность по зарплатам бюджетникам уже есть кое-где. В области культуры, в области образования уже есть. Уже есть. Но оставим это. 200 лей на каждого ребенка. Ну, у меня, слава богу, взрослые дети, они, как говорится, не нуждаются. Но представьте себе, что у меня, например, несовершеннолетние дети, да? Значит, мне 200 лей на ребенка. Хотя человек, в общем-то, нормально справляется со своими материальными проблемами, да? Достаточно состоятельный. Мне 200 лей. Илону Шору на несовершеннолетних детей 200 лей, да? Плохотнюку, если у него есть несовершеннолетние 200 лей. Филиппу, если есть несовершеннолетние 200 лей. Другим там, министрам, депутатам и так далее. И бабушке, которая не имеет, что одеть своей дочке в ноябре, для того, чтобы она пошла в школу, в сандали, да? И ей 200 лей. Это правильно. А это миллиард 200 миллионов денег. Вот о чем эти затраты придется понести. Они обещаны, есть закон. Они приняли закон соответствующий. Закон-то неплохой, он звучал. И вы уверяете, что денег в бюджете на эти затраты, денег нет? Пока нет. Пока нет. Они же бюджетом не были предусмотрены. А эти законы приняты без корректировки бюджета соответствующей. Но вот вы грозитесь и говорите, посмотрите, что нас еще ждет. Что нас ждет? Я не грожу. Какие прогнозы? Хорошо. Господин Рейхот, какие прогнозы, что нас ждет? Я вам скажу, что нас ждет. Я вам скажу, что нас ждет. Значит, инфляция выйдет за пределы целевой, как говорится. Там 5%, плюс-минус 1, по-моему, нацбанка. За это отвечает нацбанк, и он думает только про это. Больше не про что. Он свободно говорит о том, какие у нас проблемы в экономике, лишь бы инфляция была. Значит, эту инфляцию они будут зажимать. Зажимать каким образом? Стерилизовать деньги. Изымать их, как говорится. Путем государственных ценных бумаг и так далее. Будет расти задолженность бюджета по государственным ценным бумагам. Это дополнительные расходы бюджета. Таким образом, экономическая система будет обескровлена. Денежки, так сказать, будут стерилизованы, чтобы держать инфляцию. Инфляцию. Потому что в противном случае вы видите, вот, картошка подорожает, морковка подорожает, сахар подорожает, соль подорожает и так далее. Уголь подорожает. То есть, вы прогнозируете, что это все будет? Я прогнозирую, что будет, да. В скором времени? Ну, знаете как. Для кого как скорость определяется. Но я думаю, мы посмотрим, что будет с урожаем. Это важно очень в нашей стране. От этого тоже многое зависит. Это важно очень. Хорошо, господин Рейдман, вы сказали тоже сейчас, что эти перепады будут продолжаться до тех пор, пока не сменится власть. Да. А вот, например, давайте представим, теоретически, что партия коммунистов возвращается во власть. Да. Что бы партия коммунистов изменила? У нас есть программа. В экономическом плане? У нас есть программа. Я не думаю, господин Рейдман, что каждый житель страны вот сейчас войдет в интернет и начнет читать программу партии коммунистов. А я вот хотел бы так их заинтриговать, чтобы они начали читать программу. Потому что в противном случае их опять обманут. Двумястами леями на каждого ребенка и тремястами метрами дороги. Я, пользуясь случаем, не побоюсь даже прорекламировать сайт pkrm.md. Пожалуйста, заходите, читайте, ознакомливайтесь. Но все же, для тех, кто не прочитает. Вот в экономическом блоке вы как думаете, у вас есть сейчас команда профессионалов у партии коммунистов, которая бы пришла, придя теоретически к власти, она смогла бы изменить в нынешних условиях экономическую ситуацию в нашей стране? Учитывая внешний долг, учитывая ту ситуацию, которая сегодня у нас складывается с международным валютным фондом и так далее. Вы видите свет в конце туннеля вообще? Нет, мы это все проходили. У нас с валютным фондом была точно такая ситуация. Они нас послали, мы их послали и разошлись, как в море корабли. И они пришли тогда, когда у нас было хорошо, чтобы поучаствовать в этом хорошем. Поэтому не надо нас пугать валютным фондом и заемными средствами. Берете чужие на время, отдаете свои навсегда. Это же закон, правда? Поэтому ситуация с валютным фондом нас совершенно не пугает. Абсолютно. Хорошо, господин Рейдман, в те времена, когда, если сравнивать даже, когда коммунисты были у власти и нынешняя власть, на сегодняшний день значительно поднялся уровень налоговых сборов. Таможенных сборов. Есть статистика, она намного выше, чем при партии коммунистов. Почему оппозиция сейчас говорит, что все так критично? Нина, скажите, при партии коммунистов, вот вы говорите, таможенные сборы повысились. При партии коммунистов какой курс доллара был? Я не готова ответить больше. А я вам скажу 9, 10. А сегодня? Какой курс доллара? 17, 18, да? А теперь берите. Стакан стоит 1 доллар. Я его привез. НДС на него 20%. Это значит 20 центов, да? 0,2 доллара. Умножим на 10, да? Курс – это 2 лея НДСа, да? Умножим на 17 – это 3,4 лея НДСа. Повысилось? Конечно. Было 2 лея НДСа, а стало 4. На стаканов мы привезли 2, а сегодня привезли 1. Хотя импорт тоже растет. Хорошо. То есть вы считаете, что дефицит бюджета намного больше, чем нам представляет власти? Так скажем. Сегодня, если учитывать все обязательства, взятые на себя этой властью по определенным выплатам, значит, мы, конечно, выйдем за пределы того дефицита, который утвержден в законном бюджете. Выйдем. Потому что сборы соответствуют примерно плану, доходы. Примерно где там 100, где 101, где 98, здесь от месяца, да? Сборы примерно соответствуют плану. А расходы, они значительно больше предусмотрены, хотя бюджет не откорректирован. Господин Рейдман, вот политически, вернемся опять к политическим событиям, но этот вопрос, он очень связан с экономической ситуацией. Вот, например, лидер блока АКУМ, уже не блока АКУМ, уже лидер партии Майя Санду. В принципе, вы знаете, что при переговорах с партией социалистов у них ими были выдвинуты определенные условия. В принципе, главный аргумент госпожи Санду был в том, что сегодня только она может Молдову вытащить из того финансово-экономического тупика, потому что она единственная, кто сегодня нашла зарубежных партнеров, которые готовы оказать определенную экономическую помощь Молдове. Как экономист. Сперва она этих партнеров потеряла, прося слезно не оказывать Молдове помощи этому правительству. А теперь она говорит, что она нашла. Она, будем так говорить, это чистый политический стриптиз. Это манипуляция? Нет, это не манипуляция. Это чистый стриптиз. Что такое валютный фонд? Что такое внешние доноры Мировой банк и валютный фонд? Это организации, в которых командует кто? Соединенные Штаты. Командует Соединенные Штаты. Майя говорит, что только она может их уговорить, то есть став премьером, да, и объявив свои цели этого правительства, те, которые у нее есть, и против которых мы аж дрожим, как воюем, да, она может привести финансовую помощь из этих организаций. То есть, она говорит о том, что владельцы или управленцы этими международными финансовыми организациями ее поддерживают. Ее поддерживают они, не народ Молдова. Вот и все. Ну, еще раз говорю, мы-то в свое время обходились без этого. Обходились, нормально. Я только хотел об этом сказать. А на сегодняшний день Молдова может обойтись без этого? Может, но не при этой власти. Почему? Почему? Ну, потому что она не обходится при этой власти. Она не обходится при этой власти. Хорошо. Вы сейчас говорили о том, что я знаю хорошо господина Кику, министра финансов. Да. Вы сейчас очень о нем отозвались как о очень хорошем профессионале. Ну, я не сказал о очень хорошем. Я сказал, что он хороший. Почему вы считаете, что при этой власти нет политической воли? Да нет политической цели. Цели нет. Цель должна быть здесь, в этом направлении, в этом направлении, в этом направлении. И они должны сходиться к одной главной цели. Независимость, суверенитет, развитие Республики Молдова. А вот этого всего нету. Поэтому какие бы профессиональные... У нас же в правительстве тоже не все были коммунистами. Далеко не все. Но профессиональные люди работали на те цели, которые им поставила правящая партия. Ну, и сейчас вроде бы правительство технократов. Нету целей. Где технократы? Ну-ка, расскажите мне. Где они там? В правительстве вроде не все члены партии правящей власти. А ну, кто там не член партии? Ну, даже господин Кику, если мы начали о нем говорить. Это человек-технократ, профессионал. А цель какая? У него цель партии ей и парламентским большинством поставлена? Вот о чем речь. Вот о чем речь. Законодательная власть, правящая партия или правящее большинство должны сойтись в целях. Эта цель должна быть относительно, будем так говорить, благородной, чтобы была поддержана населением, людьми. Они нанимают менеджеров, правительство нанимают с тем, чтобы это правительство достигало этих целей. Если кто-то в правительстве не справляется, его меняют на другого, который достигает этих целей. Вот, а у нас же все, будем так говорить, с ног на голову поставлено. У нас правительство командует, у нас хвост миляет собакой. У нас правительство командует. Эй, парламент, что-то там не так? Мы за собственную ответственность принимаем закон. Причем принимаем его в пятницу, чтобы вы не успели его протестовать в течение трех дней. Вот это власть, поставленная с ног на голову. Хорошо, господин Рейнман, время нашего эфира программы. У нас был один депутат в первом созыве, который, когда господин Дьяков, садясь в кресло председателя, говорил, ну хорошо, ну бун. Он тут же вскакивал и говорил, что хорошо, что хорошо, в стране все плохо. Что хорошего? Дмитрий Георгиевич, ну-ка расскажи нам, что в стране хорошего. И вы нам расскажите, или они пусть расскажут. Поэтому мы приглашаем вас в нашу студию, для того, чтобы вы... Я же не против того, чтобы в стране было хорошо. Я просто говорю, что такими способами, путем ужурпирования власти, путем подминания закона под себя, путем отстранения народа суверена от власти, путем манипулирования им, путем технологических изощренностей, путем подкупа и шантажа, нельзя достичь благородных целей развития Республики Молдов. Все. Вот это весь мой тезис. Вы сейчас описали общую ситуацию в стране. Да. И вы также сказали, что в случае досрочных выборов кардинальная ситуация не изменится. То есть получается, что это будет продолжаться. Я говорю, кардинальная ситуация не изменится для этих партий. Они не наберут больше так, чтобы единолично управлять страной. Или так, чтобы достичь коалиции. Но вполне могут быть новые игроки, которые оставят их позади. И это вполне возможно. Есть определенное количество условий. Сколько процентов будет тогда этих новых игроков? А что вы так послушайте? Будем так говорить. Восемь лет партия коммунистов была у власти. Еще там какое-то количество лет она звучала, звучала, звучала. Все были уверены, что коммунисты это вот так и так и так. Пришли люди, которые поменяли законы под себя. Когда смогли, при молчании европейцев и прочих всяких шведов. Не хочу их оскорблять. Поменяли законы. Лишили партию голоса. Заблокировали ее информационно. В результате мы получили вот это. Но это не значит, ведь до 1993 года партия коммунистов вообще была запрещена. И ничего. Китайцы, они никуда не торопятся. Сядем у реки и мимо обязательно проплывет труп нашего оппонента. Но все равно вы разрисовали довольно-таки пессимистичную ситуацию. Если люди будут по-прежнему ориентироваться на пакет с макаронами. На 100 грамм у дверей избирательного участка. А не на идею предложенную. Вот так мы пойдем. Таким путем ребята мы готовы идти. Вот это мы собираемся делать. То это может продлиться долго. А если все-таки люди повернутся головой к тому. А что же мы собираемся делать? Пойдем на избирательный участок выпьем по 100 грамм. И все. А завтра? Господин Рейдман, к сожалению, время нашего эфира пролетело довольно-таки быстро. Хотелось бы узнать. Вот вы сказали, что недавно вы собирались. У вас было собрание, где вы планировали глобальные планы партии коммунистов на ближайшее будущее. Вы можете поделиться хоть какими-то из них? Я такого не говорил. Я сказал, что на политисполкоме вчера мы утвердили план подготовки к местным выборам. А что еще вы утвердили? Разные. Какие планы у партии коммунистов на ближайшее будущее? Мы утвердили разные. Мы каждый квартал утверждаем планы наших действий, что мы делаем, где мы собираемся, по какому поводу, какая повестка дня, что мы обсуждаем. Это каждый квартал у нас происходит. И потом мы проверяем, что выполнено, что не выполнено. Знаете, как говорил Владимир Ильич Ленин, что планы надо составлять даже тогда, когда они выполняются наполовину. Потому что они организуют работу. Насколько сейчас выполняются планы, которые были запланированы партией коммунистов? Все планы выполняются. Вопрос в другом. Эффективность. Мы работаем над повышением эффективности этих планов, этих мероприятий. Это вопрос. А то, что планы выполняются, это у нас умельцев очень много. У нас во всей стране такие умельцы планы выполнять. После выборов вы говорили, что вы очень боялись того, что у членов партии коммунистов будет довольно-таки такое пессимистичное настроение. И в каком расположении духа сейчас члены партии коммунистов? Кстати, кто-то вышел из партии после выборов? Ну, выходит. Вот Поличинский еще не вышел из партии, а уже избран руководителем партийной организации демократов в Дубасарском районе. Которого прессовали, прессовали, арестовывали, арестовывали. А теперь вдруг назначили там руководителем демократов. Он еще, так сказать, не вышел из партии коммунистов. Недавно там бюро должно было собираться. Ну, не в этом дело. Понимаете, вот вы мне говорите, вы говорили, что вы очень боялись. Я вообще ничего очень не боюсь. Да не говорили, что вы боялись. Вы говорили, что опасались. Вы в эфире это сказали, господин Рейдман. Ну, вы вот только что сказали мне, что вы говорили в прошлый раз, что вы очень боялись. Я не боюсь ничего. А опасаться я имею право. И думать о том, каковы могут быть последствия. Поэтому я и спрашиваю, каковы сейчас последствия? Как активно вступают в партии коммунистов новые члены? Очень хорошо. Партийные организации против опасений, так скажем, восприняли это поражение достаточно по-боевому и оптимистично. Они прекрасно осознают, что укрепление этой власти продолжит давление на них. Особенно на тех, кто имеет рабочие места и работают, особенно в государственных учреждениях. И готовы к этому давлению. Что делать? Вы относитесь с пониманием к данным явлениям? Каким? Ну, к таким, что вы сейчас сами сказали, что эти люди... Готовы к этому давлению, я сказал. Они готовы противостоять этому давлению? Как до сих пор противостоят. Кто-то выдержит, кто-то не выдержит. Что? Это такое дело. Вопрос, кто на каком основании может оказывать такое давление на человека за убеждение? Он выполняет свои функции. Он выполняет свои обязанности. На каком основании на него оказывается давление? Запреты на профессию, осужденные давно в Германии? Вот о чем речь. Власть такая. Это ее инструмент. Мне кажется, что при любой власти абсолютно были подобные инсинуации. Вы убеждены, что при коммунистах кого-то загоняли в партию коммунистов? Или наказывали за то, что он являлся членом другой партии? А вы убеждены, что этого не было? Я не говорю о том, что это исходило от руководства партии. Я говорю о том, что всегда при любой власти в каждом районе есть определенные киллерки, которые пытаются выслужиться перед руководством партии и тем самым создают подобные инсинуации. Вы не согласны со мной? Совершенно. Абсолютно. Не согласен? Не согласен. Во-первых, не всегда. Во-вторых, у партии коммунистов были приняты решения сразу после взятия власти. Которые, к сожалению, были, так сказать, несколько размыты. Что сейчас в партию, после взятия власти, что сейчас в партию поползут широким потоком. И изменять нашему принципу индивидуального подхода и отбора в партию нельзя. Не везде это сохранилось. Но звать кого-то в партию, тащить под угрозой увольнения с работы. Ну как, если у нас в правительстве в первом был один коммунист. О чем вы говорите при любой власти? Не при любой. Может быть, люди не вступают в партию официально? Не при любой. Партии коммунистов это не надо. Хорошо. Господин Рейдман, насколько активно все-таки вступают новые члены в партию? Вступают достаточно активно. Мы хотели бы всегда большего. Сейчас людей в активном возрасте стало очень мало в стране. Уехали? Хорошо. Господин Рейдман, опять повторюсь, что наш эфир уже подошел к концу. Если вы хотели бы обратиться к нашим телезрителям, то я с удовольствием предоставляю вам эту возможность. Ну, я думаю, что если реализуется вариант с досрочными выборами, вероятность которого я определил как 70% сегодня, да, то я бы обратился к телезрителям и сказал бы, ребята, хватит вам этих мешков с макаронами, пакетов с макаронами, не хватит надолго. Зима на носу, вы снова будете покупать уголь ведрами и мешками. Посмотрите на программы, послушайте людей, которые вам говорят, кто и что собирается делать. Обратите свой взор к вашему же собственному опыту. Кто, что и как делал. И тогда ваш выбор будет осознанный. А 100 грамм потом за победу. Олег Моисеевич, я благодарна вам за интересную беседу, за те прогнозы, которые вы сегодня нам сделали в рамках нашего эфира. Я желаю удачи лично вам, вашим коллегам, вашей команде, дорогие телезрители. Я напомню, что в прямом эфире была программа «Главная». Специальным гостем нашего эфира был Олег Моисеевич Рейдман. Я желаю вам хорошего вечера. Мы с вами еще встретимся на этой неделе. Впереди вас ждет много интересного. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok